Приветствую бойцы! Вышло обновление на андроиде 5.3.1 и я не успел сделать обзор на неубиваемого Булгасари. Вернее, неубиваемый не именно Булгасари, а его щит. Тело робота получало повреждение, Булгасари сам умирал, а щит у Булгасари не лопался, не получал повреждения никогда. То есть, хоть вы 10 минут будете поливать из всех видов вооружения щит Булгасари, он не лопнет никогда. Естественно, если вы стреляете с вооружения, наносящего повреждения по площади, то есть огнемет, ракеты, то, соответственно, робот умрет, потому что тело робота получает повреждения, но щит не получает повреждения, повторюсь. Итак, починили, оптимизировали и давайте посмотрим, что в итоге. По ангару изменений никаких нет, обкалываемся бутерами, полетели в бой. Так, что нам нужно? Ключи, атака, защита. Все по стандарту. Так, А, изменения большие есть. Есть изменения. Я поставил умение уменьшения кучности на дробаш. Миткой стрелок Тандер. Сейчас уменьшение разброса 3%, по максималочке будет 30%. Глория у меня есть вооружение, даже 2 штуки, но прокачать я его не смогу, и поэтому остановил свой выбор на дробаше Тандер. Что ж поделать. Жестокий мир воробот заставляет играть не на том, что нравится, а на том, что сможешь прокачать. Естественно, играю в чемпионской лиге, и прокачка 8-9 левел меня не устраивает. Поэтому будем качать до 12 МК2 Тандер. Причем будем качать, напоминаю, новый Тандер. Потому что прокачать новый Тандер и старый Тандер, количество серебра получается одинаковое, как ни странно. Новая старая экономика, в общем. Замуты еще те. Что у нас там за враги? Рандомский. Вроде бы сильная команда у меня, сильный игрок, по крайней мере, один есть. Ну, давайте Ареса возьмем. Так, напоминаю, играю сейчас на эмуляторе Мему. Мему 6.2.1, стабильная версия, ланслот, ты мне мешаешь. Олео, Акробар. Да. Но почему-то считают разработчики, что ланслот является топовым роботом. Его в магазине не купишь, его нужно собирать в мастерской. И причем, разработчики, весьма странная у них. Весьма странная у них позиция. Вот, допустим, вооружение Avenger, мне купить очень проблематично. Мне проще собрать вооружение в мастерской, допустим, Скоржик я недавно собирал. Гораздо проще. По мнению, по моему мнению, если вооружение там крутое, вы считаете, то сделайте вот именно его за голоду, потому что голода, это, ну, дорогой ресурс, труднодобываемый. Так, можно мне подсчитать ваш? Где щит твой? Все, щита нет, к сожалению. То есть, условно, вооружение, дробаш, допустим, Корона, Глория, топовое вооружение, ну, продавайте его тогда за голоду, если у вас такая позиция, что нужно зарабатывать деньги там, или создавать какие-то проблемы игрокам. Потому что сейчас реальные проблемы, просто тупо купить Avenger, или Таран, или Магнум. Вот откуда обыкновенному игроку взять тысячи голды стоит Магнум. Да, с такой скоростью вообще никуда не успею. Тысячи голды стоит Магнум, Таран стоит полторы тысячи голды. И все, в итоге получается пять тысяч голды нужно игроку, чтобы собрать два Магнума, два Тарана. Товарищи разработчики, откуда такие бабосы у игрока? Скажите мне, пожалуйста. Ты что, сбоку по мне заливаешь? Что по мне вообще попадает? Ни черта не понимаю. Вот вы злые какие, а! Берем Falcon. Итого. Итого выходит, то что в мастерской обыкновенному игроку проще собрать вооружение, роботы и тому подобное, чем покупать, вроде бы получается, уже не актуальное вооружение, по мнению разработчиков. Там Магнумы, Тараны, там Гасты. Как-то так. Эвенжеры. Что к чему? Я бы, на мнение разработчиков, по моему мнению, советовал бы разработчикам поменять бы ценообразование в игре. Вот такой Falcon-традиционалист. Захватил наглый маячок, по мне заливают. Я даже не включаю пока лечение. Пока справляется и так. Ну давай, давай, пускайся с небесной земли, иди в ангар. Отлично! Ты своего робота потерял уже? Ну давайте, буду защищать своим телом. Просто впереди стану. Отлично. Он меня лечит, соответственно. Вот какой-то интересный тандем образуется. Так. Я выступаю в роли живого щита, получаю минимальные повреждения. Ну и подписчики сказали, то что, вроде бы, после модернизации, так скажем, да, изменений, где враги вообще? Они уже сзади нас бегают, оказывается. Когда, соответственно, Falcon 6% сопротивления урона убрали, но добавили хпшки, вроде бы, как подписчик посчитал, сказал то, что в сумме получилось, что его апнули. Убить Falcon стало сложней. Ну, надеюсь, подписчик не ошибся в математике, в математических расчетах. Или лаги, или что, не могу понять. Паренек, ты куда пропал? Да, он неубиваемый, однако. Короче, ладно, засиделся на центре, болтаю, ни черта не понимаю, а у нас политики проблемы. Паренек, тандем у нас все, развалился. Давай уж дальше сам, наши пути разошлись. Да, очень неактуальный робот, этот лечил как. Робот тур, тир, тюр, значительно круче. Так, попадаю, не попадаю, нет, не попадаю. Сейчас он респонется здесь, негодяй, да? Не успел. Зато захватывает серединку нашу. Центральный маячок. До ластэна довел, справились хоть? Справились. Пойду обратно центральный маячок забирать. Вот, АРС. Ну, АРС по мне будет заливать, мне придется включать щит. Или можно постараться игнорировать повреждения, стать за этим укрытием. Вот, отлично. Шоки пропали. У пацана урон пропал от шоков, по мне он не попал. И очень дамажно, получается, три тарана до сих пор очень дамажное вооружение. АРС. Получи-ка. Давай, давай, давай. Включил, лечилку, лечилка спасает меня. Лечилка у меня экономная, 20 энергоблоков. Спасает, спасает. Давай, давай, давай. Ушел с маяка, к сожалению, это сделал я зря. На маячок нужно мне обратно в круг войти. Все, маячок мне отдаю. Так, так, и быстренько респаемся на Меркури. Успел. До ластена доводим, пацана. Второго доводим, а второго просто урабатываем. И прыгаем. Блин, нет, у меня стан был еще. Но ничего, все нормально получилось. Хэйчи не хочет умирать. Отлично. Давай. паренек, ты что там замер? Замер. Понятно. У него интернет отвалился и игра думает, что он в игре или что, непонятно. В общем, глюк. Также в игре в обновлении 5.3 встречались неубиваемые роботы. Ну-ка, умири. Отлично. Неубиваемые роботы, соответственно, ангаре роботы одни, а играет на совсем других роботах. паренек. И убивает команду на большом-большом расстоянии. Ну, в общем, читы, самые настоящие читы. В обновлении 5.3.1 пока не встречал. Возможно, именно это разработчики и чинили. Или, вернее, одно из самых важных, что они чинили, именно данный сразу застанил меня. Да, охренеть. Крутое у него вооружение. Все становые дробаши. Давай, ластент у меня работает. Стараюсь ворте закрутиться, то есть манить по меркам воробос, то есть влево-право дергаться. Дальше, что у нас тут? Ох ты, блин. Ага. Где еще один негодяй? Один здесь, а вот там, где ты видел? Где ты бегаешь? Вот он ты. Ну, эважеры вблизи дикие урона носят. Отлично. Ох ты, блин, щит. А, еще один тот. Игра думает, что он играет. До свидания. Да, игра думает, что он до сих пор играет. Игра, у него проблемы с соединением, однозначно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Поставил, как вы знаете, я лечилку на белого дракона, умение у пилота, и, соответственно, теперь у меня освободилась активная способность, я поставил глаз. Все, разорвали вражескую команду. Отлично. В FPS, как видите, отличная. Эмулятор мему работает на ура просто. Корейский клан Корп переименовался в этот CR. Японская мама. Как же хорошо жить в Японии. Хорошо бы жить, хорошо бы получать зарплату как в Японии, в России, ну или в странах СНГ. Это будет, конечно, сказка. Если честно, у меня есть такая мысль, заработать пенсию и уехать в Армению. Мне сказали, что в Армении зарплата, если на русские деньги переводить, рубли российские, 6 тысяч рублей, а у меня пенсия будет значительно больше. То есть, получается, что не работая в Армении, я могу там неплохо себя чувствовать из-за разницы курса валют. Что-то как-то так. Весьма странная идея, да? Или, в принципе, кто не знает, можно работать удаленно, а жить в бедной стране, а получаешь зарплату по меркам страны, в которой ты работаешь. То есть, условно говоря, работаешь на команду пиксоников, получаешь 100 тысяч рублей зарплаты, а живешь в каком-нибудь там Таиланде или Вьетнаме. Насколько я знаю, там бедновато живут. И ты будешь просто купаться в деньгах. Кто не знает, компания пиксоники заработала 5 миллионов долларов за июль, если я не ошибаюсь, ничего не путаю. В общем, в месяц, в среднем, компания пиксоников зарабатывает 5 миллионов долларов. То есть, чувствуешь себя вполне так неплохо. Живут вполне зажиточно. Так, ты мне будешь афидвин поливать? Нет, негодяй. Хаул достает на расстоянии 500 метров. Застанет его не могу. Да, сведули Так, и успею захватить маячок Успел Так, тараны перезарядим Опа, на белый дракончик Пора валить У меня работает ластент, он меня, естественно, спасет Прячет, чтобы не получать повреждения А белый дракон лезет ко мне Через 5 секунд ты будешь труп Если не предприняешь каких-либо Экстраординальных действий Да, 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 да Всех завалил Арес Потерял только пушку Но, к сожалению, у данного Ареса Лечение от способностей Каждую секунду данный Арес не лечится Я думаю поставить ему Второе лечение, но выбор умения стоит 1000 голды, к сожалению Но у меня плавно сейчас поставить умение На скоржики Давайте возьмем белого дракона Чтобы скоржики делали захват цели На 50% быстрее Ушел в астрал, давайте опущусь, чтобы маячок Не отдать И без проблем мы сейчас заберем Он не успеет мне какие-либо повреждения Такие значительные нанести Можно было, конечно, в воздухе висеть Именно в центре Маячком и тоже не отдавать захват Как-то маячок происходит Захват маячка Там получается как шар Шарообразно То есть, если от центра немножко влево-вправо уйдешь Ни хрена себе у него ластент От центра немножко влево-вправо уйдешь То маячок у тебя заберут А если именно над маячком будешь висеть То маячок ты не отдашь Отлично, отлично Белый дракон, имба, имбой Мечтаю, конечно, пройти Операции до конца И на 80-м левеле получить Белого дракона с очень крутой раскраской Но я думаю, это так проблематично Мамон Мамон Мамона мы убили Оооо, по-моему Доведут меня до ластенда Ну-ка, 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 ну-ка Да Но он тут остался в живых Ластент у белого дракона 5-го левела В общем, залил кучу-кучу голды на этих ластендов Но оно того стоит Конечно, еще бы неплохо Антиконтролы Ну и термонепуляторы, конечно До кучи И тогда полное счастье будет Все по фуншую Но это настолько дорого Давайте гидристо уработаем Так, до ластенда наконец-то удавил Отлично По-моему, эти гидристы Такие большие проблемы создают в нашей команде Арес, ты вообще меня видишь, нет? Мамон Угу Что у меня есть такое еще? Ни хрена себе, что они творят Вы что творите? Вы расстреливаете нашу команду? Ладно, давайте мерку не берем Этого заберем Охренеть А проблемки-то у нас большие Так, ушел в астрал Я дико огребаю Сразу моментально дала стенды Оторвали мне основной калибр, к сожалению Отлично Подгонял Аресов И теперь можно легко А, в этом справились Молодцы Так, через 3 секунды будет у меня способность Арес меня видит Видит, видит Блин, не застанил меня Угу Еще ноги повредил Вот негодяй, а Ну-ка, стой Локи Нет, Локи не долбану Я могу его застанить Как видите, неплохо попадает Меркурий по Локи Без всяких там инвизов Антиинвизов Угу Что-то я веселюсь-веселюсь А мы-то проигрываем уже по маякам Мы отдали наш респовый Давайте беру фалкона А ставлю Ареса на потом Пока Ареса у меня без способности Увеличение захвата Ускорение на 50% Но нужно однозначно ставить Когда будет 1000 голды Так Держись, держись, брат Помогаю Ни хрена у него стенд По-моему, по-моему Запахло жареным Угу Ушел в Астрал И до свидания Ластенд Вообще все маяки теряем Один маячок у нас остался Так, 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 так Ну пока мой Фалкон держится Вблизи давайте Максимальное повреждение Наносить по врагу Он мне старается вытолкнуть Негодяй И видите Перекрыл обзор И наши стреляют И не попадают По инвайдеру К сожалению Так будет Правильно стоять Ластенд у него Все, ластенд работает Я маячок кое-как забрал И еще Забрали мы Еще один маячок У нас три маяка Отличнейшим образом Все получилось Так, я прячусь Маячок ни в коем случае Давать нельзя Три на три идет бой Где негодяй там Бегает на локе К сожалению Я отсюда никуда не уйду Так, у негодяя Сработало Стенд Маячок Мне нужно по-любому Сохранить И чтобы он меня Желательно не застанил А он меня застанил Негодяй Так, стан Давай срабатывай Забегаем на территорию Маячка Все Маяк синий Все, до свидания До свидания Фалкона хрен убьешь Фалкон у меня еще и лечится В принципе Экономлю энергоблоки На респовый маячок Наверное не пойду я Попадаю, нет Оу А локи хочет захватить Наш маячок Вот негодяй Тогда я возвращаюсь У меня глазика К сожалению нету И он старается Меня негодяем вытолкнуть Выталкивает Товарищи Мне помощь нужна Включайте глазики Убивайте локи Он прячется за моим корпусом Не даю ему спрятаться Давайте, давайте Включайте глазики Все, отлично Могу теперь идти Захватывать маячки Вот такой вот локи Я думаю локи Очень легкий И по идее Фалкон должен был Его спокойненько толкать Но Раньше такое было В игре Не, раньше было наоборот Другое в игре Если кто не знает Фуру можно было Кинуть на казаке Это конечно неправильно Но надо было Думаю что-то поменять В этом плане Все-таки какая-то масса Должна быть у роботов Конечно Казак фуру кинуть не может А вот гриффин Какой-нибудь может Гриффин Напоминаю является Тяжелым роботом У нас почему-то А равен Средним Так Стараюсь Фенри Отогнать А он Дурачок Почему-то отошел Ты зачем С маяка вышел Ты должен был В круге быть Ты не прокачанный Скорее всего Да Вообще Драпает Ни хрена себе Так Бой на 2 на 2 Идет У меня еще есть В запасе АРС Теперь давайте Я отсекаю врагов Чтобы мы держали 3 маяка И мы выиграем Так-то Скорее всего Мы проиграем Потому что Что-то у нас Дикие проблемы Тот маячок Пожалуйста Держи 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 Маячок Держи Держи Все кнопки Живет Смотрите Глаз включил Так Активирую лечение И Пара выстрелов И он Труп Отлично А бой уже 1 на 1 идет Ну что тут Делаем Сменить Робота Вот 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 негодяй Ты зачем На меня пошел Тебе нужно было На борт убегать И Если я успею Захватить Вражеский маячок А враг Не респанется Или не успеет Захватить у нас Маячок То есть у нас будут 4 маяка А все отлично Враги закончились Но этот последний бой Был конечно бомбезный Особенно интересно было Когда Локи Меня пытался вытолкать И причем у него получалось Что Вполне Вполне неправильно Что раньше было неправильно Что казак фуру Мог подкинуть Что сейчас 7 маяков Было пати У врагов Давайте посмотрим Врагов На фурсу Играйте А где тут Финерир Который Который Меня испугался И вышел Из круга Ну конечно Топическая ошибка Но если он не прокаченный То конечно Что же поделать Это он на спектре Чудил Да Да Ласт энд 6 левела Финерир Ты где? Мамон ты? Был Финерир 9 левел Поэтому он Испугался И свалил И на финерир Он поставил Все на атаку Ну Если ты танкуешь То ставь На защиту Актив Пассивные модули На этом все Пока Испугался Испугался